Здравствуйте! В московской студии настоящего времени Егор Максимов и Ксения Соколянская. Это предвыборная программа. В течение следующих нескольких недель мы с нашими гостями будем обсуждать предвыборные программы главных участников президентской гонки. Поговорим о том, что они предлагают нам, своим избирателям, какие проблемы считают самыми острыми и как они планируют изменить нашу жизнь. Мы начинаем. Сегодня будем говорить о внешней политике. У нас в гостях Владимир Познер и Алексей Венедиктов. Спасибо большое, что вы пришли. Первый вопрос, может быть, прозвучит немного наивно, но мне действительно интересно для вас не как журналистов. В выборах еще осталось что-то интересное. Я понимаю, что мы не говорим сейчас про интригу. Вам не в профессиональной связи интересно наблюдать за тем, что происходит? Мне интересно. Мне интересно, во-первых, посмотреть, сколько все-таки народу пойдет. Владимир Познер. Журналист. Гражданин России, Франции и Соединенных Штатов Америки. Автор и ведущий десятков программ на российском и американском телевидении и радио. Кавалер французского ордена почетного легиона. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Я, когда езжу по стране, я езжу много и встречаюсь с довольно большими аудиториями, конечно, по сравнению со всей страной, это крошки, но все-таки тем не менее. Я многие, я спрашиваю, ну вы собираетесь идти? Вы собираетесь идти? И потом агитирую, чтобы все-таки обязательно шли. Это один вопрос. Второе, мне все-таки очень любопытно, чем кончится история, ну в этом смысле, с Ксенией Собчак. Какой процент она соберет? И этот процент, это процент, который на самом деле против всех, как она изначально представлялась, или на самом деле, поскольку она уже представляет партию, а не себя, тогда уже это не получается против всех, получается чуть-чуть по-другому. Алексей Алексеевич, для вас. Мне интересно это всегда, я вообще любопытный по жизни. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Родился и вырос в Москве. 20 лет работал учителем истории в школе. На радиостанции «Эхо Москвы» работает с 1990 года. Кавалер французского ордена почетного легиона. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Мне действительно интересно, сумеет ли кандидат Путин набрать больше голосов в миллионах, чем 12 лет назад, чем 6 лет назад в 12-м году, потому что это после Крыма. Та народная любовь, которую он приобрел с помощью Крыма, это была любовь, это был восторг. Сохранилась ли она через 2 года, через 3 года, через 4 года. И недаром выборы перенесены на 18 марта, на день присоединения Крыма или аннексии Крыма. И это же сделано понятно под одного из кандидатов. Да-да, насколько вот эта народная любовь, как любовь, а не как электоральная, она сохранилась. Второе, мне интересно голосование в крупных городах, прежде всего в Москве. Я бы напомнил, что единственный субъект федерации в 12-м году не дал Путину больше 50%, это была Москва, 46,9. И в связи с призывом Алексея Навального не ходить на выборы, удастся ли Путину перейти 50% рубеж и в Москве тоже из-за низкой явки. Интересно, сможет ли возродиться Григорий Явлинский, потому что последний раз на президентских выборах мы его видели все-таки в 2000 году, это 18 лет назад, какой здесь будет. И, конечно, Явлинский – это конкурент Собчак. Много интересного и много нерешенного, на самом деле. Много нерешенного. Я только хотел бы добавить, что мы сегодня разговариваем, но каждый день что-то меняется. Поэтому, что бы мы ни говорили сегодня, ну, кроме каких-то вещей, потому что в году 365 дней, вот такие вот. Иногда 366. Иногда, раз в 4 года. И даже это спорное утверждение. Много может измениться. Надеемся, что программы хотя бы прежними останутся, кандидаты их посреди дороги менять не будут. Давайте начнем и посмотрим, что с международной политикой предлагает сделать наш первый кандидат по алфавиту. Это Павел Грудинин. Павел Грудинин. Россия – невеликая страна. Величие определяется внутренней политикой. Крым наш. Люди проголосовали. Русские люди хотят жить в России. Примеры борьбы с коррупцией. Грузия, Сингапур, Саудовская Аравия. С Украиной надо дружить. Народ един. Порошенко – не вся Украина. Отказаться от участия в ВТО. Мы уже обсуждали, что очень мало слов у него о внешней политике. В самой программе практически ничего нет. Как вам кажется, Владимир Владимирович, насколько это странно, что ли? Мне кажется, что в России, не только в России, но, конечно, в России, может быть, больше, чем в других, по крайней мере, знакомых мне странах, на самом деле гораздо больше интересуется тем, что у себя. Своими делами интересуются. Иностранные дела, да, в какой-то степени, и только в той степени, которая касается, ну, как бы это сказать, уважения к моей стране. Вот, чтобы меня признавали важной страной и, если можно, даже и супердержавой. А так, все интересует, что у меня в кармане, что у меня в желудке. Вот это меня интересует в первую очередь. И он это прекрасно понимает, я думаю, и не только он. И поэтому он уделяет в своей программе, да и в своих выступлениях, ну, совсем мало внимания вопросам международным. И если он уделяет, то это в основном, ну, я условно говорю, американцы бяки, раз, и нам не надо зависеть от доллара. Вот, собственно говоря, и все. Ну, и все, ну, не все, это я зря сказал, и, конечно, у нас должны быть очень мощные вооруженные силы для того, чтобы защищать страну. Я хотел бы обратить внимание, что я к этим программам вообще даже на уровне игры отношусь иронично. Разве в программе кандидата Путина в 2012 году был Крым, был Донбасс, была Сирия, да ничего не было. Был изоляционизм, были законы об иностранных агентах, да не было этого ничего в программе кандидата Путина. Прошло шесть лет, мы видим совсем другую программу. Можно сказать, что программы Путина сейчас вообще нет. Да, да, это важная, важная. Слушайте, а я говорю, а вот тогда была, и она была прямо противоположна, имплантирована за шесть лет. Поэтому это все словеса, это первая история. Вторая, вы абсолютно точно отметили, Ксения, что программа или там заявления кандидата от КПРФ вообще не ложатся в идеологию коммунистической партии. Слушайте, он капиталист, послушайте, он понимает, что турецкая клубника, которая, видимо, к нему приходит, очень важна. Не надо ссориться с Эрдоганом, откуда клубнику-то брать, мы же все вырастить не можем сами. Он занимается практической торговлей, если хотите, да, бизнесом. И понимает, что изоляционистский бизнес – это плохо. Поэтому, действительно, я тоже обратил внимание на то, что Грудинин говорит, мы не сверхдержава, вот мы должны дружить, торговать, торговать и торговать. Торгаж. Если мы правильно дадим возможность предпринимателям, которым я являюсь, работать, не зажимать их, не облагать их непомерными налогами, то у нас все основания для того, чтобы стать опять великой страной. Это хорошая программа для внешней политики – торговать. Я ее поддерживаю всячески в этой части. Я не знаю, как коммунистический электорат среагирует на то, что Грудинин, ну, товарищи по партии поправят. Если он каким-то образом узнает, попростите меня. Да, если он каким-нибудь образом узнает. Я бы все-таки хотел обратить ваше внимание, ведь он говорит, мы невеликая страна, он прямо так и говорит, Россия невеликая страна, она была великой, говорит он, 26 лет тому назад. Потому что великая страна – это страна, которая производит не 3%, меньше 3% мирового ВВП, а та, которая была 26 лет назад, Советский Союз. Давайте посмотрим, что было 26 лет тому назад и в чем было ее величие. 92-й год. Это вообще беда была полнейшая, так сказать. Ничего не было, пусто. Дальше величие определяется внутренней политикой. Какая была, он что, он сторонник ельцинской политики, если 92-й год? А я думаю, да, потому что торговать. Я думаю, торговать налево-направо, конечно, ельцинист. Это, я не знаю, может быть, он не посчитал. Да, возможно, просто с альтметикой проблемы. Хотя он торгаш и должен уметь считать. И еще меня очень интересовала другая вещь. Он сослался на борьбу с коррупцией, ну, это нормально. И говорит, примером является Сингапур, Грузия и Саудовская Аравия. Оставлю пока Грузию, но ведь Сингапур и Саудовская Аравия – это абсолютно, ну, почти тоталитарные страны, но очень авторитарные. И там борьба с коррупцией заключается в частности. В том, что секут публично, например, и делают другие вещи. Это и есть то, что он предлагает? Нет, конечно. Это просто вот этот набор, который ничего не значит. И здесь, кстати, абсолютно право. Это набор слов, которые должны понравиться Ивану Ивановичу и... И Петру Петровичу, здесь всем. И Марии Васильевне. Да, абсолютно. Что вот человек правильно говорит, а что за этим? Да ничего. Абсолютно. Владимир Жириновский и его предложения по международной политике. Владимир Жириновский. Внешняя политика должна преследовать интересы России и приносить прибыль. Обеспечить защиту христиан по всему миру. Создать альянс с Ираном, Турцией, Ираком, Сирией. Вывести золотовалютные резервы России из американских ценных бумаг. Добиться упрощения получения вис в Европу и США, а также снятия всех санкций. Очень сложно обсуждать программу Владимира Вольфовича Жириновского. Хоть что-то полезное вы в ней видите? Ну, видите ли, у всех есть в этом наборе слов вещи, под которыми я, например, готов подписаться. Ну, потому что есть вещи очевидные и правильные для всех. Другое дело, что, опять, если брать внешнеполитическую программу Владимира Вольфовича, то она сводится к каким вещам? Во-первых, значит, против доллара. Значит, вот, ну, вот, это во всех его выступлениях прекратить продажу и вывоз золота, потому что доллар – это бумажки, а золото – это золото. И вот это вот все, там, ждем, когда отменят санкции, не надо ждать, надо самим все делать. Это вот такой, этот, довольно, там, с долларом в России пришли наркотики, рост преступников, опять плохие американцы, без доллара у нас бы не было ни наркотиков, ни коррупции, ничего. И при этом нужен безвизовый въезд в Европу и США. Согласен, согласен, очень хорошо. Понимаете, вот 37-м пунктом, я специально смотрел, у него много пунктов, 37-м пунктом у него и такое – жестче отстаивать позиции России во внешней политике. Все говорят, конечно, а что это значит? Ну, это вот неизвестно, что значит. Я не знаю, нет, правда, мое любимое – это предложение защищать христиан по всему миру, но при этом сделать главными партнерами во внешней политике Иран, Турцию, Ирак и Сирию. И я вот, Алексей Алексеевич, существует какая-то теоретическая возможность достичь? Смотрите, в последнее время, в последние десятилетия, можно сказать, во всех странах, где есть выборы, которые более демократичные, менее демократичные, очень сильно набирают популисты с несбыточными предложениями. Почему это отдельный разговор? Можно будет как-нибудь отдельно рассказать, что происходит сейчас. Это очень интересно. Да, и очень важно. Так вот, Владимир Вольфчин, это я опередил в свое время, да, он правый популист в смысле слов. И я его называю Путин плюс, потому что он всегда, если Путин говорит 21 очко, да, он делает 22. Давайте еще сапоги в океане. А кто первый говорил, Крым давайте забирать, и это в 90-х годах у Владимира Вольфчина звучало постоянно. То есть, на самом деле, он всегда играет на заступ и отодвигает эту красную черту воинственный правый популист. Поэтому я бы рассматривал его предложение как маркеры крайне правой мракобесной группировки вокруг Путина, которые мечтают именно о такой внешней политике. Алексей Алексеевич, вы простите, но достаточно жутко, если это все сбудется такими темпами. Слушайте, а кто мог за полгода проверить, что мы будем воевать, за полгода до войны с Украиной, что мы будем воевать в страшном сне? Путин говорил, мы не будем, мы ничего, никогда, вы что, с ума сошли воевать с Украиной? Что мы имеем? На самом деле, кроме шуток, он олицетворяет фантазии части нашей элиты, правой, у которой есть истребиная элита. Он просто это озвучивает. А почему нет-то? Он нам показывает, что может быть этой программой. Поэтому я к ней отношусь гораздо серьезнее, чем к программе Собчак или Грудинина. И даже к программе Путина, которой нет. Которой нет. Потому что это туда, вперед. Я абсолютно убежден, что вот эта партия, которую он возглавляет, ЛДПР, это партия одного человека. В том смысле, что для всех у этой партии есть одно лицо. И это лицо Жириновского. И я думаю, что когда не будет Жириновского, ну, как всех когда-нибудь не будет, я полагаю, что этой партии больше не будет. Партии не будет, но идеи, они в обществе-то есть. Он собирает свои семьи и левого. Эти всегда есть. Вот. Я просто знаю, была дикая история на выборах в Государственную Думу, когда шел подсчет, и Жириновский, ЛДПР, была второй после Единицы. Довольно долго. Да. И я знаю, какую истерику происходило в КПРФ. Да. Геннадий Андреевич Зюганов аж звонил по Кремлю в каждую башню из 22 в каждую. Это невозможно. И, в общем, там, по-моему, на 20 тысяч там 13 миллионов и 13 миллионов 20 тысяч КПРФ опередило. Именно поэтому, я думаю, что Зюганов заменен другим, не будем говорить удачно-неудачно, потому что, конечно, если бы был Зюганов, Жириновский, конечно, стал бы выше Зюганова. Конечно. Это потеря для КПРФ, для Коммунистической партии России, это, конечно, невозможно. Ниже Жириновского. Куда уж дальше. Давайте посмотрим, что нам предлагает Ксения Собчак. Ксения Собчак. Россия – европейская страна. Восстановить отношения с Европой. Добиться отмены санкций. Политика импортозамещения бесперспективна. Упорядочить внешнюю трудовую миграцию. Прекратить гибридную войну на востоке Украины. Отказаться от сотрудничества с диктаторскими режимами. Как вам кажется, Владимир Владимирович, это вот то, что нужно нам действительно сейчас? То, как она предлагает поступить с Сирией, с Украиной? Ну, вы знаете, что ее программа называется «123 трудных шага». Я это специально отложил. Я посчитал, сколько там шагов. Сколько шагов во внешней политике. Сколько шагов во внешней политике. Вот я нашел. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь, девять, десять. Значит, из 123 действий тоже не очень много. Это тоже, о чем ты говоришь. Но она акцентирует внимание на более важных проблемах. Не на союзе с Ираном и Сирией. Она говорит про... О, с Ираном, да. Она за добро. Очевидно, ты считаешь, она за добро. Вот все, что тебе не нравится в повестке, она предлагает изменить. Ну, более того, если так, с моей точки зрения, все, что она предлагает, с моей точки зрения, это правильные вещи. Я абсолютно согласен с тем, что да, для меня, скажем, Россия европейская страна. Это изначально важный момент, который, как вы знаете, не все признают в Европе и в России. Я не так давно сидел за одним столом в Париже с Прилепиным, который отстаивал, что Россия не европейская страна. Но в Париже сидел. Но в Париже сидел, да. Не в Шанхае. Нет, но вот и он даже не сказал, ну, вы-то, вы говорите по-французски, поэтому да, вы-то кажется, что европейская. Это был странный такой разговор, да, но тем не менее. И вообще вот этот спор славянофилов и, так сказать, западников, он давно... Это же очень интересно, а насколько такая программа может понравиться большинству населения, если мы знаем, что там людям нравится Крым, людям нравится ситуация, ну, как мы себя ведем там в войне в Сирии, как мы ведем себя на востоке Украины, Ксения Савчак предлагает все наоборот. Она предлагает добиваться там, чтобы с нас сняли санкции, она предлагает вывести войска отовсюду. Но не очень популярные, в общем, меры. Во-первых, я думаю, что люди не читают это все равно. Это то, что мы рефреном повторяем буквально в каждой программе, об этом никто не узнает. И, к сожалению, нет, на мой взгляд, нет места, где могли бы все эти представители выступать, нет дебатов, которые... Вот нам показывают, по-первыхому, по России, по НТВ, вот эти вот бесконечные споры. Если бы вместо этого всего были дебаты кандидатов, которые могли бы сказать, вот что хочу, и как я это буду делать, потому что я не просто хочу, но я понимаю, как, тогда можно было бы надеяться, что все-таки, потому что эти популярные программы, у них высокий рейтинг, можно надеяться на то, что люди бы стали бы вникать. И тогда многое из того, что она говорит, понравилось бы. А понравилось бы Ли? Многое понравилось бы. Алексей Алексеевич, как вам кажется? Смотрите, ну, я вам могу сказать. Если бы были дебаты, о которых говорят дебаты, в смысле, если бы была информационная среда, в которой разные идеи, разные направления внешней политики были бы представлены, вот как Трамп и Хиллари строят стену с Мексикой, они строят стену с Мексикой. Это важно, это из моих денег, это эту стену строить, да? И голосовали люди, исходя из этого. Теперь я все-таки про программу Ксении, если вы позволите, по внешней политике скажу. Она такая, как это сказать, вегетарианская в этом смысле, на мой взгляд. Я тоже согласен с Владимиром Владимировичем, именно потому что она вегетарианская. Но вот она уходит в своей программе и не дает никакого ответа по поводу миграции и отношения со странами СНГ. Говорит. Ну, она говорит непонятно. Вот, как вы сказали, а скажи это, как это будет? Она говорит, неэффективные рабочие визы. А что эффективнее? Она говорит, защита прав трудовых мигрантов, повышение требований к работодателям, использующим иностранную рабочую силу, сбалансирует привлечение внешних трудовых визы. Это скорее всего, что у нас вегетарианские страны. Я думаю, что нет, нет, это вопрос. Но она затрагивает. Нет, закрытие границы, открытие, как Навальный, он честно говорит, визы, нахрен, и все. Я вам напомню, что на выборах мэра Москвы первой темой была это была миграция. Ответ на это нет в программе. Закрываем границы, кватируем кого что, а что делать тогда с Евразес, а как будут двигаться товары. Это очень важный вопрос на самом деле. Это вопрос не просто там торговли в миллиардах долларов, это вопрос моего соседа. Это вопрос строительства мечети в Берелево, с которым мы сталкиваемся в Москве, да, и в любом другом городе. Абсолютно точно. И этого ответа здесь нет. У меня есть один вопрос. Вы совершенно справедливо заметили. У Собчак мало про внешнюю политику в программе «Анмаз», у Грудинина мало. Мы внимательно следили за Владимиром Владимировичем, хотя он нам ничего и не написал, но даже если судить по прямой линии, он буквально в двух предложениях поговорил про внешнюю политику. А те какие-то обрывки фраз, которые мы получаем, они, в общем, тоже достаточно либерально сейчас звучат. Вразрез идут с основными действиями. Он всегда в этом смотрит. Конечно. Вот вы мне скажите. Все 18 лет, чтобы помнить. Чисто теоретически. То есть это не означает, что после выборов мы можем ждать каких-то перемен. Насчет того, что говорит Владимир Владимирович, я сразу вспоминаю один из моих любимых советских анекдотов о том, как человек прибегает к поликлинику и говорит, мне срочно нужен врач ухо-глаз. Ему сестра говорит, таких нет. Есть ухо-горло-нос, есть глазник. Не-не-не, ухо-глаз. Ну, спорят, спорят. В конце концов, она говорит, слушайте, такого нет. Но если бы он был, то зачем бы он вам? Как зачем? Слышу я одно, а вижу совсем другое. Понимаете? Вот это вот, знаете, с чем Владимир Владимирович. Он говорит очень правильные вещи. Я прямо говорю, да. Хочется, да? Почему-то не видно это же. Многие сходятся во мнении, что главные внешнеполитические проблемы России сегодня это санкции, Крым и Украина, Сирия. Давайте вспомним, как складывались наши отношения с остальным миром раньше. Друг бил друг Гельмут, Крым это Украина, сокращение вооружений и отказ от войн. В новейшей истории России внешняя политика менялась, как курс самолета Евгения Примакова. Но о нем через полминуты. Итак, 1992-й. Выступление Бориса Ельцина в Конгрессе. Первый визит Вашингтон в качестве президента. Мюнхенская речь по-ельцински. Игра наоборот. Господи, благослови Америку. Все 90-е новая Россия переживала поворот на Запад. Вместе со сникерсами на прилавках, кредиты МВФ и учебники по истории издательства фонда Сороса, которые сегодняшние патриоты критикуют за недостаточную имперскость. Но так было не всегда. Второй президентский срок Ельцина. Страна все-таки оправилась от первого удара открытой экономики. Ставку стало можно делать на оформившийся родной олигархат. И уже не на западные кредиты. В 1996-м министром иностранных дел становится Евгений Примаков. Бывший разведчик. И тут же вспоминает о величии державы. Дружба с Западом уже не та. Россия делает первый поворот на восток. Примаков ведет переговоры с бывшими привычными себе партнерами СССР вроде Индии и Китая. В 1999-м уже в кресле премьера Примаков разворачивает самолет над Атлантикой из-за ударов США по Югославии. В историю это войдет как петля Примакова. Ельцин то ли в курсе, то ли нет. Чуть позже российские военные, вопреки недовольству США и НАТО, совершат марш-бросок на Причтину в Косово. А российские патриоты заговорят о возвращении былого величия Родины и конце однополярного мира. Владимир Путин именно внешнюю политику Примакова возьмет на вооружение. Международная конференция по безопасности. 2007-й. Мюнхен. Это мир одного хозяина. Одного суверена. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Был потом один недолгий момент, когда с сувереном гегемоном вместе ели бургеры в придорожных забегаловках и фотографировались на айфоны в овальном кабинете. Впрочем, передышка-то была короткой, а ее главный символ – красная кнопка в руках Сергея Лаврова и Филы Клинтон. Вместо перезагрузки называлась перегрузка. С тех пор так с перегрузом и живем, заходя в Крым, как когда-то в Приштину, давя западные персики и гусей танками и тракторами и выстраивая, кажется, по всему периметру все новые и новые стены. Субтитры создавал DimaTorzok Григорий Явлинский Крым – это очень похоже в целом на то, что… Очень похоже. Очень похоже. Вообще не очень понимаю, когда говорят либеральный, консерватор. Когда я рос, значение этих слов было разное, чем не такое, как сегодня. Когда Черчилль говорил, если бы вы не были либералом, когда были молоды, значит, у вас не было сердца. А если вы не стали консерватором, когда взрослые, значит, у вас нет мозгов. Виктор Медведев подхватил эту фразу и несет ее теперь. Ну да, подхватывать у Черчилля много чего есть. Любой может. У Черчилля много чего найдем. Любой может, не все делают точно совершенно. Да, ну конечно нет. Вообще, мне кажется, что Явлинский зря вбязался в это дело. Мне обидно так говорить, но есть такое выражение «отработанный пар», и у меня такое ощущение. Я очень хорошо отношусь к нему, но это прошедшее. Но мы пытаемся всячески это ощущение как-то забыть в нашей программе. Да, это очень многие люди говорят, потому что нам нравится программа Явлинского, но нам немножко странно идти голосовать за человека, который последний раз, 20 лет назад пытался… Он у меня был в программе, он был вполне убедительный. Абсолютно. Толковый, объяснял, все хорошо, но… Ну, если говорить о программе, мне кажется, что основное ее направление – это антивоенная программа. Да. Вот она более, я бы сказал, экстремальная относительно Ксении Анатольевны, скажем так. Мне очень нравится его антивоенный подход. И мне, и мне. Но то, что ему труднее всех, потому что и тут я соглашусь с Владимиром Владимировичем, хотя не соглашусь в главном, пусть, имеется. Он возвращается, да? Это всегда труднее вернуться, и люди говорят, господи, боже мой… Такое ощущение, что он каждый год баллотируется, а его не было 15 лет. И в спорте то же самое. Да, может быть, да. Не играл, не соревновался, вернуться почти невозможно. То есть он играет не с нуля, а с минуса. Он должен там сказать, вот сначала встать на колени, а потом на ноги. И это… он сам в этом виноват, в том числе, когда вместо себя посылал мальчиков и девочек. Он сам виноват, это была ошибочная стратегия, но пусть теперь исправляет. И давайте поговорим про Алексея Навального. Я напомню еще раз, что Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатом в президенты, но мы решили, что будет неправильно исключать его из сегодняшнего обсуждения, потому что его фигура в современной политической жизни России очень важна. Честно говоря, познакомившись с программами Навального, Явлинского и Собчак, и зная, что между собой эти люди находятся в достаточно открытой конфронтации, возникает вопрос. На 90% эти программы пересекаются. Это не странно, что вместо того, чтобы собирать свои несколько процентов, эти люди не стали создавать никакую коалицию и таким образом показать действительно какой-то, хотя бы минимально реалистичный расклад мнений у электората, нет? Это, с одной стороны, странно, с другой стороны, привычно. Они никогда этого не делали, когда были посильнее, когда могли, когда вообще. Можно сказать, ребят, неважно сейчас, давайте реально посчитаем, кто из нас имеет больше шансов, давайте его одного и все за ним. А мы поможем. Если мы выиграем, тогда уже разберемся, кто как. Нет, нет, нет. Тут что ли это, эго? Я не знаю, что это. Я бы отнесся это как к праймерис, потому что президентские выборы, да? То есть Сандерс, Клинтон, вот это праймерис. Они их одной партии принадлежат, по идее бы. Да, и, но, я хотел бы обратить, все-таки, если мы говорим о программе Навального, вот, смотрите, с одной стороны, я про своих мигрантов, вести визы со странами Средней Азии и Закавказья, и следующий пункт, интеграция на постсоветском пространстве Евразес. То есть мы восстанавливаем границы и визы, а потом интегрируем. Это как? То есть, а это нам говорит о том, что программа не проработана? Это говорит нам о том, что нет ответа, просто нет ответа. Или просто люди знают, что им не придется ничего делать, и поэтому они могут не искать эти ответы до конца? Нет, я так не отношусь. Я считаю, что важно, чтобы общество это обсуждало, то, чего не хватает, то, чего, Мария Владимирович, вот как быть? Вот я помню дискуссии опять по поводу мигрантов в Москве, как выслать, не выслать, кто виноват, работодатели, эти несчастные люди, что у нас в основном сейчас, между прочим, чтобы вы понимали, вьетнамцы и китайцы, а не таджики, проблема. То есть из дружеского Китая и Вьетнама. Поэтому на самом деле, вот когда там опять сравниваем с тем, что мы знаем, Владимир Владимирович знает, что он лучше строить стену с Мексикой, не строить стену с Мексикой, вопрос, эффективно или неэффективно? Докажите эффективность стены, докажите неэффективность стены. Я, как правило, согласен, бывает, с Федерикой Алексеевичем, но в данном случае не согласен, как он говорит, из дружественного Китая, Вьетнама. Я хотел сказать, из очень дружественного. Сарказм. Табличка сарказма. Мы обсудили основных героев, скажем, максимально мягко этой предвыборной гонки. И теперь у меня очень короткий вопрос. Чья предвыборная программа понравилась вам и вам больше всего? Явлинский. Явлинский с примесью Собчак. С легким оттенком Собчак. Поженили, да.